Всем привет! Перед вами на столе моя небольшая коллекция светодиодных лампочек и светильников. Спрашивается, зачем я ее здесь собрал. А дело в том, что прогресс не стоит на месте и все очень даже сильно изменяется. Вот эта светодиодная лампа почти прожектор. Состоит она из малых светодиодов, питание которых примерно 3 вольта. Примерно. Будем говорить условно. Чтобы запустить вот эту вот светящуюся люстру, нужен был блок питания. Блоки питания раньше для этих светодиодов, для ламп, называли драйверами. И в принципе так и стоит их называть. Выглядели эти драйвера примерно вот таким образом. Вот данный драйвер смонтирован хорошо, с гальванической развязкой по сети. И может запитывать светодиодные лампы, светодиодные ленты. Этот уже более современный. Он выполнен на микросхеме. Эта микросхема справляется со всем тем, что делал вот этот вот набор деталей. Но со временем, со временем схемы упрощаются. И упрощаю их не только я, а и профессиональные инженеры. Вот этот светильник, хотя он уже достаточно старый, он питался от вот такой вот схемы. Как видите, на плате отсутствует очень и очень много деталей. Если рассмотреть внимательно, то эту схему можно восстановить и посмотреть, что здесь стояло. Тут все это дело подписано. Но оставили конструкторы только диодный мост, вот этот вот конденсатор и конденсатор сглаживающей пульсации. Два резистора служат для того, чтобы разряжать эти конденсаторы в то время, как лампа не работает. Деталей стало совсем мало. Но современные светильники, вот такие лампы, которые тоже работают на светодиодах, а точнее их светящийся элемент, именно светодиодные, уже не кристаллы и не светодиоды, а целые матрицы. Смотрите, чем отличается. Вот это я называю матрица светодиодов. Можно пересчитать, сколько здесь линзованных светодиодов. В старом светильнике светодиоды не были линзованные, поэтому светили более широким лучом. Эти светят вперед за счет того, что маленькие пластмассовые линзочки могут собирать свет, идущий от кристалла, который находится внутри, и он почти не изменяет своей конфигурации в виде конуса. Можно хорошо освещать. Это матрица от светодиодной фары автомобиля, но старой фары. Эти диоды тоже питаются напряжением примерно 3 вольта, а вся матрица рассчитана на то, чтобы она питалась от бортовой сети, примерно 12 вольт. Проверять как светодиоды вот этой люстры, так и вот этой матрицы достаточно легко. К примеру, вот эта вот светодиодная линейка, так я их называю, она используется сейчас при замене люминесцентных ламп, также в подсветках экранов, ну, мало ли где еще. И хотя она более-менее современная, и уже, как видите, в ней светодиоды без линз, и выполнены так, что ножичек у них нет, SMD детали, так называемые, проверить их все еще можно обычным тестером, прикасая щупами к этим светодиодикам. И если вы заметите, то когда я пытаюсь их проверить, хотя тестер ничего не показывает, зато эти светодиодики прекрасно светятся. И по свечению можно сделать вывод о том, исправна эта матрица или нет. Но годы идут, инженеры думают, и в конце концов стали появляться вот такие вот матрицы, которые уже тестером проверить нельзя. Да, старые светодиодные лампы, а также лампочки типа кукуруза и автомобильные лампочки, состоящие из вот таких вот диодов, каждый из которых светится от напряжения в 3 вольта, можно было проверять по старинке. И эти старые сведения очень часто вводят в заблуждение многих инженеров, не инженеров, конструкторов, не конструкторов, но по крайней мере ремонтников. Они пытаются щупами тестера прозванивать вот такие вот светодиодные сборочки. Я называю их то кристаллами, то сборками. Назовите вы как-нибудь, но это не один светодиод. В этом одном устройстве содержится их целых 6 штук. В этом устройстве, в каждом вот этом кристалле, как я его называю, 4 маленьких светодиода. Рассмотреть их можно под увеличительным стеклом в то время, когда они чуть-чуть светятся. Так как слой люминофора не позволяет просматривать их просто освещая снаружи, то приходится их запитывать небольшим током, чтобы они начали светиться едва-едва, и тогда уже под увеличительным стеклом мы видим светящиеся точки. Здесь их 6, а вот в этой матрице 4. Поэтому начинающего радиолюбителя может ввести в заблуждение количество вот этих диодиков, которые, казалось бы, должны светиться на 3 вольта, но при этом на 3 вольта они не светятся, даже если их выпаять и подключиться к ним. Если пересчитать и разделить, то никак вот этот каждый светодиод не будет питаться напряжением даже 12 вольт. Всё дело в том, что здесь питание идёт 220 вольт. Итак, ещё раз об упрощении. Наши конструктора дошли, в конце концов, до вот такой вот схемы. Хотя в неё и включён вот этот вот защитный резистор-дроссель, как я его обзываю. Его можно и не ставить сюда, лампа будет и без этого прекрасно работать. Тут стоит банальный выпрямитель. Есть конденсатор, который ограничивает мощность, подаваемую на выпрямитель. Есть выпрямитель и парочка резисторов. Всё, как в обычных и банальных схемах. Если нет диодного моста, то очень часто в таких вот драйверах, так их можно называть, стоят 4 диода, которые образуют диодный мост. Тот же конденсатор, диоды и парочка резисторов. Светодиод служит для индикации. Кстати говоря, вот это вот устройство предназначено, и оно фирменное, оно выпускается тайваньцами для того, чтобы заряжать литий-ионные аккумуляторы. Напрямую от сети в 220 вольт. Ну, в сторону его. А мы продолжаем упрощать. Итак, вот в этих лампочках находились вот эти матрицы, которые я и собирался мучить, и замучил в принципе до конца, но добился своего. Я упростил схему ещё больше. Вместо вот этого драйвера я использовал для этой матрицы всего один резистор. Да, хотите смейтесь, хотите нет, но я поставил резистор в 38 кОм, и теперь у меня есть лампочка. Дело в том, что в своё время тут выгорел один диод, потом я спалил шим в результате экспериментов. Ну, вот эти резисторы уже давно перестали работать, а примерно вот такая же плата здесь была, её я взорвал прямо у себя на столе. Пусть лампочка мне не мешает, это всего лишь рассеиватели. Займёмся вот этими матрицами. Обе матрицы сейчас исправны. Одна работала как работает, я ничего с ней не сделал, а другую я типа починил. Но починил её по-особенному, то есть я сделал так, что она светится от сети 220 вольт всего лишь через один резистор. Не смейтесь, грамотные мои коллеги и зрители, ведь все будут кричать, а как же выпрямить, ведь обратное напряжение убьёт даже вот эти вот четырёхдиодные кристаллики. И нужен диод, хотя бы вот такой вот маленький диод, который будет выпрямлять напряжение. Да, я об этом знаю, и ранее в схемах я такое уже указывал и делал. Да, можно использовать диод для выпрямления напряжения, хотя и напрямую через резистор, для того, чтобы эти светодиодики не сгорели. Но если кто знает, если кто помнит, избавиться от переизбытка напряжения обратного на светодиодах можно банальным способом, включив их встречно-параллельно. То есть в данной матрице все светодиоды включены последовательно. Один за другим они составляют, как гирлянда ёлочная, одну цепь. Тут есть плюс, тут есть минус, и через диодики идёт ток в одном направлении, ток причём пульсирующий, сразу скажу. Здесь всё бы происходило точно так же, если бы я поставил диод. Но я захотел избавиться от лишних деталей и взять всего лишь один резистор. Поэтому я рассёк матрицу в двух местах путём выпаивания парочки вот этих вот кристаллов. Подпаял проводочки и сделал вот такую вот буковку Х. Хотя она и кривая, и смеётся над всеми, но она по крайней мере работает. Эта цепочка у меня загорается в момент, когда ток проходит в эту сторону. Когда обратное напряжение пытается сжечь эту цепочку, оно перенаправляется на эту цепочку. Итак, когда у нас ток идёт отсюда, он зажигает эту цепочку. А когда ток идёт отсюда, он зажигает эту цепочку. Ну, я показал круговорот. На самом деле, возможно, всё это и не так. Но все эти цепочки, то есть все эти диоды, соединены в две цепочки, которые включены встречно, параллельно. И вот два провода, которые здесь, больше тут ничего нет. И всё это, ребята, работает. Непрекрасно. Да, не буду преувеличивать. Никаких тут как бы сверхъестественных вещей я вам не сказал. Их нет, об этом может догадаться каждый. Но попробовать-то решил я. А значит, я буду первым, как сказать, первым открывателем этой электрической Америки. Теперь давайте включим. Не будем даже долго задумываться, а включим ту самую лампочку, которую я преобразовал. Вот эти две встречно-параллельные цепочки. Сопротивление я подобрал так, чтобы эта матрица не сильно нагревалась. Не люблю греющиеся матрицы и расплавляющиеся плафоны. Давайте поставим её вот так вот боком, чтобы она никого не слепила. Свет её будет вполне виден, вполне ясен и вполне очевиден. Включаем её в розетку. Взрыва не произошло. Матрица светится. С тем же успехом я могу запустить немодернизированную, исправную матрицу от светодиодной лампы, которую я недавно разобрал. Только для того, чтобы показать воочию, как это всё работает. Вот эта вот лампочка. Вот она так вот светится. Ну, тёплый свет. Он заливает всё вокруг. Но при этом вот эта вот матрица, она начинает нагреваться. Вот. И её тоже можно ограничить через резистор, как эту. Я пока не подобрал достаточно такое нужное сопротивление, правильное, чтобы вот эта матрица светилась и ярко, и в то же время не грелась. Ведь можно обойтись и резистором. Кто-то скажет, что это неэкономно. Ребята, тут такие токи проходят через эти светодиоды, что об экономии, ну, честно говоря, речь как бы вести немножко наивненько. А теперь давайте испытаем. Дело в том, что я борец как бы за частоту окружающего эфира. Вот. Так как шим-контроллеры мы здесь удалили, эта лампочка больше не фонит. Вот. В ней просто светятся светодиоды под напряжением 220 вольт, подаваемым с частотой 50 Гц. Здесь 50 Гц немножко сглаживается, диодный мост работает, и есть сглаживающий конденсатор. Давайте послушаем, как она шумит. Это не радиочастота. Мы будем слушать с помощью вот такого нехитрого устройства. Это банальный наушник. Я его поднесу к микрофону камеры. А вот это солнечная панелька маленькая. Тут вот на эту лабуду не обращайте внимания. Я использую лишь солнечную панель. Мерцающий свет будет генерировать через солнечную панель мерцающий ток, который мы будем слушать в этот наушник. Давайте послушаем, как она звучит. Я надеюсь, кроме перфоратора моих соседей, вы слышали жужжащие звуки, которые доносились в микрофон из этого наушничка. Так вот, тут получилась частота примерно 100 Гц, звенящий звук. Ну, может не 100, можно все это дело пересчитать. Вот это же устройство, которое я модернизировал, оно, конечно, звучит более активно, более агрессивно, потому что каждая из этих гирлянд, она мерцает с частотой 25 Гц. То есть, 25 туда, 25 обратно. Вы меня поправьте, я не измерял частотомером, но, по крайней мере, мы можем это послушать. Надеюсь, было слышно. То есть, вот эта лампочка, она годится вполне для подъездов, для дежурных помещений, в которых люди не будут особо долго находиться, а просто так, чтобы подсветить себе коридорчик, в то время, как вы пошаритесь где-нибудь. Но, я думаю, могут мои зрители предложить и решение этой проблемы сильного мерцания. Хотя на глаз оно не особо заметно, но в наушнике я его слышу отчетливо. И если камера начинает стробировать, то, соответственно, и есть некоторая такая вот герцовочка, идущая по свету, что не есть хорошо. Ну и последнее, что бы я хотел вам показать, это то напряжение, с которым работает эта лампочка. А что его показывает? 220 вольт, ребята, тут и думать-то нечего. Вот я из розетки беру вот эти провода и подключаю на эти светодиоды те самые 220 вольт. Да, через резистор. Но, все вы знаете, деление напряжения для светодиодов, оно выполняется немножко по другим правилам, чем это делается в обычной электронике. Тут все то же самое. Если вот здесь вот измерять напряжение, здесь будет 220 вольт. Хотя у меня почему-то показывает 230. Наверное, тут срабатывает вот этот конденсатор и выпрямитель немножечко как умножитель. Вот здесь вот появляется 230 вольт. Здесь у меня 222, иногда 225 вольт. На вот этих вот выводах. Ну, хотите верьте, хотите нет, но это не 12-ти вольтовые матрицы. Все. Вот это вот все, что я хотел показать, рассказать на сегодня. До следующих встреч!